Заседание Законодательного собрания Ульяновской области 6-го созыва стали собирать больше зрителей. Причина неинтерес к работе регионального парламента от предвкушения эпатажа от ульяновской ячейки КПРФ. Коммунисты не разочаровывают. Тем не менее, хоть и с трудом, но нормальная работа ведется. Сегодня прошло 11-е заседание ЗСО. Наиболее важные вопросы для рассмотрения о судебных кадрах, утверждение состава молодежного парламента и отчет за 2018 год начальника управления МВД РФ по Ульяновской области. Несмотря на утвержденный регламент, у КПРФ своя повестка дня. По их мнению, прежде чем обсуждать насущное, нужно разобраться с поведением суда и прокуратуры, осмелившихся на двое суток закрыть буйствующих депутатов. Однако тут закон неумолим. Судом установлено, что названными депутатами совершены административные правонарушения, предусмотренные частью первой статьи 19.3 Кодекса административного правонарушения Российской Федерации. Им назначено наказание в пределах санкций данной статьи. Казалось бы, слова представителя прокуратуры несут в себе исчерпывающую информацию. Решение суда может отменить только вышестоящий суд, куда можно было бы подать апелляцию. Но депутаты от КПРФ еще минут 30 продолжали заполнять рабочее время коллег непонятными требованиями. Тем не менее, порядок в зале был восстановлен и депутаты перешли к выполнению повестки дня. Отчет начальника УМВД РФ по Ульяновской области принят. В целом, криминогенная ситуация в текшем году характеризовалась снижением на 3% массива зарегистрированных преступлений. Уровень преступности в расчете на 10 тысяч населения составил 105,7 преступлений, что ниже показателей как в целом по России, так и при Волжском федеральном округе. Улучшение ситуации, конечно, радует. Тем не менее, начальник отметил, что это количество преступлений можно существенно снизить, если расширить программы «Безопасный город» и «Безопасное село». Чтобы снизить количество преступлений и поднять раскрываемость, нужно снабдить населенные пункты камерами видеонаблюдения. По словам главного полицейского, достаточно иметь данные с них на въезде и выезде в село, чтобы на 50% обезопасить граждан от заезжих гастролеров. Следующий вопрос – состав молодежного парламента. Для многих из тех, кого сегодня старше и официально признали коллегами, идут в ЗСО не первый раз. Идут осознанно, у некоторых есть даже своя мини-программа по развитию молодежной составляющей законодательного процесса. Со временем, когда мы наберем профессионализма, мы должны попробовать вести такую штуку, как законодательная инициатива. Она сейчас присутствует в 12 соседних, в 12 других регионах нашей страны. Старшие товарищи готовы поддержать молодых коллег в желании учиться и не против дать им больше полномочий. Ребята подобрались очень грамотные, которые знают, чего хотят. 36 человек – представители всех движений молодежных, высших учебных заведений, СОЗов. И сегодня рассматриваются именно те люди, которые уже были в прошлом молодежном парламенте, задачи, которые сами себя ставят. Молодежь, по словам старших товарищей, подчас копает глубже и смотрит шире, благодаря чему старшие с уважением взирают на подрастающую смену. Павел Половов, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды.